Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не могу определиться за своей профессией. Мне нравятся очень много специальностей. В школе я одинаково хорошо знал и русский язык и математику. Хотя это противоположные предметы. После школы я пошла учиться на дизайнера. Во время обучения сменились интересы. Я не стал ими работать. Сейчас я работаю баристом. Мне очень нравится готовить разные напитки. Но вот готовить просто блюда я вообще не люблю и дома не готовлю. В продажах я работаю около 10 лет. Я очень устал от общения с людьми. Меня дико разражает работа бариста. Сейчас люди привередливые, могут нагрубить, относятся как к рабам. Я серьезно задумывался над тем, чтобы сменить сферу деятельности. Давно интересовал маникюр. Собираюсь пройти курсы по маникюру. Так я буду более независимым. Но вот и кофейню я бы тоже свою открыл. Я не очень общительная. Меня напрягает навязывать товары людям. Работа продавцам для меня огромный стресс. Сейчас я не просто бариста. Мне надо и кофе делать, и уметь продать товар. И общаться с людьми. Было такое, что на меня нажаловались гости. И сказали, что ко мне лишний раз за кофе приходить не хочется. Я не робот, и не могу быть всегда в прекрасном настроении. Видимо, мне не подходит такая работа по темпераменту и характеру. Помогите, пожалуйста, определиться со своей профессией. Такой вопрос у нас получается. Ну, я думаю, что, конечно, если вот как-то говорить конкретно об определении профессии, то в этом смысле, на мой взгляд, вы вполне можете сами определиться. Вот, то есть, пройдя тесты. Например, соответствующие тесты пройдя. И, соответственно, увидя, к какой профессии вы больше подходите. То есть, я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на то больше, как вы представляете себе то, что мы вам помогаем определиться в профессии. Вот я как-то, пожалуй, вот на этом бы хотел в первую очередь зафиксироваться, да, и в первую очередь хотел бы на это обратить ваше внимание. Скажем, как, потому что мне кажется, что это такой очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере, да. Вот. Дальше. А на мой взгляд, как мне видится, проблематика, ну, ваша проблематика заключается в том, что вы чувствуете себя... Некомфортно с людьми, ну, вот другими людьми, как вы сами, в принципе, там сказали. Вот. То есть, вам, как бы, получается, ну, некомфортно с людьми. Это говорит больше не про темперамент на самом деле. Это говорит о том, что вы не уверены в себе, у вас есть проблема с самооценкой. Я бы так, я бы так сказал. В первую очередь, есть проблема именно с самооценкой. Ну, проблема такая больше присутствует, как мне видится, по крайней мере. И, соответственно, именно эту проблему, на мой взгляд, вам нужно решить. То есть, повысить. Повысить эту самую уверенность в себе, которая сейчас, судя по тому, что... Ну, опять же, мы можем видеть, да, нет, точнее, вам ее, как бы, не хватает. Собственно, из-за неуверенности в себе, из-за определенных каких-то сомнений, на мой взгляд, вам и трудно найти свою работу в этом смысле. Потому что, ну, опять же, в этом смысле, чтобы найти работу, да, нужно ведь признавать свои какие-то особенности, вот. Нужно признавать какие-то свои интересы, признавать свои взгляды, признавать... Ну, признавать свою точку зрения, не оспаривать ее. А в вашем случае получается так, что субъективно, именно вот, именно субъективно, вы, как раз таки, себя оспаривать. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому я бы тут, конечно, вот в этом смысле обратил бы на это ваше самое такое вот пристальное внимание. Вот. И учился бы прислушиваться к себе, то есть поработал сначала с комплексами, вот, с самооценкой, и учился бы прислушиваться к себе, да, к тому, что вам самой как-то важнее цена, а не кому-то другому. И, соответственно, я думаю, что вы бы сами увидели, что вы хотите делать. А дальше вы говорите о том, что хотели бы, значит, заняться маникюром. Это сделает вас более независимой, по вашему мнению. Вот. Очень интересное, я бы сказал, такое высказывание. Потому что, ну, опять же, по моему мнению, вас не сделает независимой что-то, ну, что-то конкретное, да, то есть что-то одно. Человек, он либо независим вообще, либо он зависим. Вот. То есть это так не работает. Ваше желание о независимости, оно понятное, оно абсолютно нормально. Ваше желание именно, именно ваша потребность в ней. Но вы это пытаетесь добрать из внешнего мира. Вот. А не ищите это в себе. Вот. Также, хотелось бы обратить внимание на, как мне показалось, некоторую такую незаконченность мысли о том, чем вам что нравится. То есть вот вы говорите про маникюр, а что вы в это вкладываете? Вы говорите про кофейню, а что вы в это вкладываете? Что это для вас буквально? Что вы хотите людям сказать через маникюр и кофейню? Это, на мой взгляд, очень ценное такое направление, куда бы вы могли пойти. Потому что я понимаю, что работа Бориса и кофейню, это разные вещи. Но, на мой взгляд, в них есть и смежные истории. То есть, на мой взгляд, в этом есть и смежность. Тоже работа с людьми, тоже, ну, какая-то продажа товара, тоже возможность, ну, того, что на вас нажалуются, например. То есть, как бы, это всё как-то есть. И вот в этом ключе, мне кажется, что вы пропускаете, как будто бы, момент. То есть, в целом, есть разрешение, что вы превозносите изменения во внешнем мире над изменениями в себе. Что является ошибкой, потому что изменения в себе гораздо более важны, чем изменения во внешнем мире. Вот. Такая вот история, на мой взгляд, и это то, что мне есть вам сказать. С точки зрения психологии сейчас, на данный момент. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Спасибо. Спасибо.